Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Сергей Батуков, филоспорт и стрелки, Наталья Далекова и Николай Крыгин. Решение отстранить наших спортсменов от участия в Паралимпиаде осудила и общественность Самарской области. Из общественных палат Российской Федерации мы первые, которые все-таки собираемся для того, чтобы дать определенную оценку тем событиям, которые произошли на международной арене. Конечно, слово, которое я могу выразить, одно слово, это слово безобразие. Просто безобразие. Стрелять из винтовки по мишеням Паралимпийка Надежда Федосеева начала четверть века назад. В сборную России попала в 1994 году. 17 лет выигрывала чемпионат страны по пулевой стрельбе. За ее плечами международные соревнования Европы и мир. Мастер спорта международного класса на Паралимпиаду в Рио не попала. Надежда Федосеева до сих пор не может понять, как международные спортивные чиновники могли лишить спортсменов-инвалидов самого дорогого в их жизни – участия в соревнованиях. Они, конечно, сейчас очень даже готовы. Прям за них тоже переживаю. Я вот не знаю, вот как вот без этого. Вот сейчас вот отними у меня этот спорт, я не смогу жить. Вот все-таки мне тяжело. Я сейчас на костылях, я все равно в тир. Президент России заявил, что государство проведет для паралимпийцев такие же соревнования, как и на площадке Рио-2016. И призовые выплаты будут не меньше, чем за победу на Паралимпиаде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует...